Вопросы в том, что мы говорили о главных экспериментах, которые пытались подойти уже вплотную к поискам биологических, эволюционных предпосылок возникновения речи, человеческой речи. Единственная действующая модель древнего человека – это современные антропоиды. Была такая даже книжка медицинского приматолога-медика «Лабораторный двойник человека». Вот антропоиды – это лабораторный двойник человека. На них испытывают лекарства, а если и на них не испытывают, то могут получаться очень грустные истории, просто трагедии мировые, типа вот этой истории с талидомидом, транквилизатором, который при приеме беременными женщинами приводил к уродствам плода, страшным, без ручек, без ножек, таким грубым уродствам. И таким же образом современные наши двоюродные или троюродные братья, человекообразные обезьяны – это единственный объект, который позволяет каким-то образом вернуться к ранним этапам антропогенеза или предшествующим даже антропогенезу участкам, к тому, что было общего у предка современных антропоидов и нашего предка. Вот это до разделения эйпов и гоминид, собственно. И поэтому вот эти эксперименты, о которых мы в прошлый раз говорили, с попытками обучить обезьян, простейшим аналогом человеческого языка, сегодня мы это продолжим и закончим, Вот это некая попытка приблизиться к каким-то образом, приблизиться к ранним этапам, ну, самым ранним этапам антропогенеза или этапам, которые ему, даже ему предшествовали. И вот я говорила, что несколько исследователей, независимо друг от друга, пытались поучить обезьян разговаривать. И хочу показать несколько кадров, совершенно кадров уникальных. Так вот, этим исследователям, этим экспериментом с говорящими, ну, всегда в кавычках обезьянами, предшествовали замечательные работы супругов Хейс, которые 8 лет, с двухнедельного возраста воспитывали шимпанзовики. Это были 50-е или начало 60-х годов. И которые пропустили, то есть они проделали на ней все, что только можно. И описали кучу, это был тоже такой вот прорыв, ликвидация белого пятна в наших представлениях и человекообразных обезьянах. Ну, до Ладыгина и Коцын далеко, хотя бы потому, что они не написали таких капитальных, фундаментальных трудов, как Надежда Николаевна. Но, тем не менее, к какому бы вопросу, к какому бы аспекту психики человекообразных обезьян мы не обращались, обязательно там есть какой-нибудь кирпичик, вот, появившийся благодаря трудам этих ученых и благодаря тому, что вот эта малышка Вики активно взаимодействовала с человеком, участвовала в опытах. Ну, и, в частности, Вики учили разговаривать. И вот, посмотрите. В 1947, американские психологи Кейт и Катерин Хейтс начали учить человеческую языку Это слово «чашка» выбивается из бедного животного. Она свои приемы, вот ей так удобнее. Вот она зажимает нос, и тогда у нее получается более или менее полноценная кап. Вот это практически предел того, что могут обезьяны произнести. Ну, и теперь мы не будем, я надеюсь, повторять. Надеюсь, что вы помните, что способность к символизации изучали лабораторными методами у шимпанзе, у врановых и попугаев. Об этом вам говорила Анна Анатольевна. Она упоминала, что попугаи могут не только цифрами, символами множеств, не только цифрами оперировать. Они еще знают слова и обозначают категории предметов, материал, число, цвет, формы и так далее. И вот эти опыты лабораторные в сочетании с обучением обезьян простым аналогом языка, вот они, собственно, и доказывают, что у высших позвоночных созрела совершенно, в общем, не востребованная в их естественной жизни, созрела способность к оперированию, имеется субстрат для оперирования символами. Значит, еще раз повторяю, в следующий раз у нас тоже будет маленькое повторение. Обратите внимание на доску, девушки. Обязательно. Вот важнейший момент, важнейший такой для понимания момент, различие между первой и второй сигнальной системой. Это то, Маша, что пытался на самом деле вот этих ключевых слов не пожелал сказать Евгений Николаевич. В той аудитории это было не очень принято. Но он говорил именно об этом. Дело в том, что хотя говорят язык животных более правильно, это навевает какие-то ассоциации с тем, что у животных их общение чем-то напоминает, если напоминает язык человека. Так вот, нет там ничего похожего, на чем, собственно, мы и останавливались в прошлый раз. Это только отражение внутреннего состояния, только здесь и сейчас. Никакой информации об окружающем мире конкретные животные передавать не могут. Они могут только отражать свое внутреннее состояние при вот этой восприятии этой внешней среды. Увидели пищу, обрадовались, увидели врага, разозлились, увидели хищника нападающего, испугались или тоже разозлились. И весь их лексикон, вот все, что, все вот эти категории сигналов, это только отражение их внутреннего состояния. Вот это радикальная вещь. И как бы есть авторы, которые пытаются, анализируя естественный язык, найти в нем какие-то предпосылки для возникновения речи человека. Вот нет тут ничего. У человека есть такая же первая сигнальная система, но она настолько закамуфлирована. Мы то там краснеем, бледнеем, потеем, спина холодеет и так далее. Но не более того. Это самостоятельный язык тела, самостоятельность, такая вот внутренняя система. Все, что, весь человеческий язык возник совершенно независимо от того, что имеется у животных. И сегодня мы начнем говорить о том, кто. Это та самая за счет потенциальной психики, наличие которой, так сказать, постулировал, предугадал и постулировал Северцев. И это вторая часть нашей сегодняшней лекции. Значит, язык, которым овладевают обезьяны, это уже другая вещь. И мы говорили, что он обладает целым рядом человеческих черт. Прежде всего, тем, что обезьяны, обученные языку шимпанзе, только антропоиды, могут говорить об отсутствующих предметах, могут говорить о прошлом прежде и о будущем потом. Я повторяю это потому, что это квинтэссенция вообще современной сравнительной физиологии, психологии, когнитивной науки, как угодно можно обозначать эту область. Но это важнейший факт. И надо очень хорошо его помнить. И в конце лекции мы рассмотрим таблицу, где вместо вопросов будут уже стоять плюсики или минусики. Какими свойствами из указанных обладает язык, аналог человеческого языка, которым овладевают говорящие обезьяны. Мы дошли до того, что в языке говорящих обезьян есть некоторый легкий элемент продуктивности, достаточно большой может быть лексикон, легкие признаки продуктивности, то есть способности создавать новые знаки, использовать старые для обозначения неназванных предметов, что за каждым словом в языке этих обезьян стоит обобщение. И, соответственно, вот это правило, важнейшая характеристика человеческого языка, что слово и обобщение суть синонимы, это требование, это черта человеческого языка у говорящих обезьян присутствует. Ну и все остальное, там это все, я надеюсь, вы прочтете, повторите. Запомните про преднамеренность коммуникации, примеры многочисленные, про способность к преднамеренному обману, что очень важно, способность вести диалоги, в которых, что, собственно, делает именно способность к введению диалога, придает языковому поведение, доказывает, что это действительно коммуникативная система, что это не просто условно-рефлекторные навыки, которые жест при виде там банана или коробки, а именно выражение неких потребностей, необходимостей с помощью знаков и в ситуации обмена высказываниями. Это очень важная вещь, очень важная характеристика, которую, честно говоря, не очень даже надеялись обнаружить исследователи. Ну, легко доказано, что обезьяны говорят, могут говорить о том, что было, о предметах, которые находятся вне поля зрения. Вот это подтверждено многократно, это железно. Ну, а говорить о событиях прошлого и событиях, о планах на будущее, это только как легкая-легкая тенденция, которая, ну, в естественном коммуникативных системах обезьян вообще отсутствует, во всех, всех животных полностью отсутствует, а вот у говорящих, обученных разговору обезьян, она все-таки имеется. Ну, культурная преемственность, а теперь самое главное. Язык – это не отдельные слова, это система, это способность создавать высказывания, передавать смысл которых зависит, ну, скажем, в английском языке, а в данном случае мы имеем дело с аналогом английского языка, создавать высказывания, смысл которых зависит от порядка слов в предложении. И на первых же порах обезьяны показали, продемонстрировали исследователям, что они вот эту роль порядка слов в предложении улавливают и понимают. Они понимают разницу, когда воспитатель говорит «Я, Роджер, дам Люси яблоко», и Люси протягивает руку «взять яблоко», или когда у Люси яблоко есть, он говорит «Люси, дай Роджеру яблоко». Ну, и подобных примеров там приводится много. Но и свои фразы обезьяны тоже строили именно в соответствии с этим английским порядком слов в предложении. Вот «Я, ми, Оша, гив, Роджер, Эппл», «Я, Уоша, даю Роджеру яблоко», а вот Роджер дает Уоши яблоко. Но и всегда в их высказываниях поддерживались вот эти основные типы отношений и основной порядок слов в предложении, свойственный английскому. Ну, и вот это, значит, такой, можно сказать, рекорд Уоша, который выпрашивал у Роджера сигарету разными короткими фразами. Он мне сказал «Вежливо попроси», она сказала «Please give me that hot smoke». То есть сколько тут? Шесть жестов, выстроенных в идеальном порядке. Но это всё, тем не менее, не признавалось лингвистами, да и для самих исследователей требовало каких-то более проверенных условий, более, ну, в общем, более чего-то, чего-то более веского. И, ну, я вот всегда отвлекаюсь, привожу эту фразу на вопрос одного журналиста, что какие факты вообще нужны, чтобы его убедить, чтобы обезьяны понимают роль в порядках слов в предложении. Сибиок ответил, что факты меня не убедят, меня убедит только теория, убеждает. Ну, вот, к счастью, всё-таки эксперименты и анализ этой проблемы проводился психологами, физиологами, для которых, прежде всего, важны факты. И, так сказать, точку, что ли, ну, не точку, конечно, но очень важный вклад в решение этой проблемы внесла Сьюзан Сэвич Рамбо, сотрудница, молодая сотрудница Дуэна Рамбо, которая хорошо знала, она прошла хорошую школу, она уже поработала, была ассистентом у Гарднера в какое-то время, работала с жестовым языком, наблюдала, уже работала в лаборатории, когда учили Лану, помните, который на компьютере машина, пожалуйста, пощекачи Лану или дай Лане хлеба. Вот, то есть она была знакома вот со всей кухней этих исследований языковых, была очень критична и искала, так сказать, всё время пыталась подобрать контрольные варианты, найти подвохи вот во всём этом, казалось бы, таком красивом и стройном здании. А здесь в начале 80-х годов лаборатория подвалила счастье и впервые отловили и привезли в институт шесть бонобо. Впервые в науке. Бонобо никто до туго в лабораториях не изучал. И сейчас бонобо в зоопарках, не сказать, чтобы многое в лабораториях. Это, в общем, такой очень редкий объект. Поэтому тот факт, что в этой лаборатории, в Language Research Center, они стали размножаться, это очень отрадное явление. Так вот, Сэвич Рамба получила доступ к этим обезьянам и начала работать с малышом, родившимся уже в лаборатории, но у дикой самки, которая его бросила. Но его сразу усыновила другая самка, Матата, которая стала родоначальницей целого клана. В шесть месяцев, собственно говоря, вот Матата взяла его на попечение. Вот вы видите, кстати, вот начальный период работы Сэвич Рамба, такая золотоволосая девушка. И вот где-то ближе к нашему времени уже абсолютно седая дама. То есть это жизнь, полностью переключенная полностью на работу. И вот сын Джейн Гудл, когда его спрашивают, чем он занимается, что такое, он говорил, что в его жизни всегда было главное ничего общего с шимпанзе не иметь. Настолько ему обрыдла вот эта жизнь в Гомбо-стрим, когда его коляску в клетку ставили, чтобы кто-нибудь из обезьян не пришел его приласкать или наоборот и так далее. Но вот в этом случае, по-моему, с сыном Сэвич Рамба нечто такое, не без того. Причем этот малыш рос в особых условиях. У него была любимая мать, пусть не родная, но горячо любимая, Матата, которая его, в общем, не отпускала и всячески он был предметом ее таких неусыпных забот. Кроме того, все остальные обезьяны с большим соревновались буквально друг с другом, пытаясь тоже его потютюшкать и как-то с ним позаниматься. Так вот, когда Матата не отпускала детеныша от себя, и вся ее жизнь происходила с этим ассистентом, и на этих кадрах, которые я надеюсь все-таки победить, я не понимаю, первый раз такое вот здесь, на этих кадрах вы могли бы увидеть, что Матата сидит перед огромной клавиатурой, ее учат лексиграммом, но обучение началось в 6 лет, поэтому она ничего не поняла, не запомнила, не усвоила. А по клавиатуре поверх уходит, это такое вот маленькое существо, годовалое, полутора или двух, спускается, лезет к матери, ну то есть путается под ногами. Так вот, оказалось, что вот это существо, наблюдая, присутствуя при обучении бестолковой матери, в два с половиной года обнаружила, продемонстрировала, что оно прекрасно понимает некоторое число лексиграмм, а еще в полтора года люди заметили, что он понимает отдельные слова на слух, воспринимает и понимает. Обсуждают, что сейчас идти гулять, надо поводок, где его поводок, он бежит и приносит поводок, который куда-то завалился. Ругают лаборанта, что свет не выключили, всю ночь горел. Он показывает, подходит к выключателю, начинает манипулировать выключателем. Значит, в полтора года первые признаки спонтанного понимания речи на слух. В два с половиной года спонтанное понимание лексиграмм его никто не спрашивал. Он сам в какой-то момент выпил соку, вот в кадре это на видео показано, попил соку, потом развернулся и показал на доске, что вот он пил сок, нажал соответствующую лексиграмму. И в этот же период стало ясно, что он понимает не только отдельные слова на слух, но даже фразы. Вот, пожалуйста, вот Канзи достали, положили на стол яблоко, и он тут же после этого укажет, что знак яблока назовет яблоко. И вот с двух с половиной лет Канзи учили с помощью вот такой говорящей клавиатуры. Когда нажималось предмет, обозначается вот данным значком, и плюс к нему звучит слово. Поэтому с двух с половиной лет его учили сочетанию знак графический, лексиграмма и устно произносимое слово. То есть в данном случае, если на первых порах вот жестовых обезьян их дрессировали, вот пальцы им складывали, шейпинг такой направленный жесткий, потом эти же обезьяны вырубились, хорошо включились в процесс, и стали усваивать знаки, подражая тренеру. Многие знаки они схватывали путем подражания. Вот. А здесь мы сталкиваемся с тем, что обезьяна спонтанно по своей, так сказать, независимо сюрпризом для человека осваивала, начала осваивать еркиш, подражая матери, и начала понимать слова и фразы только за счет того, что она просто присутствовала при разговорах людей. И никакого подкрепления, никакого вот этого направленного обучения до двух с половиной лет не происходило. Тем не менее, какой-то лексикон, вот эта обезьяна Канзи и его сестра Пан Бенниша, родившаяся через несколько лет после него, вот они это спонтанно все усваивали. И когда вот эта ситуация, когда убедились наблюдения, подтвердили вот эти факты, в частности, понимание предложений на слух, тогда начались специальные проверки на понимание синтаксиса устной речи. Тест этот включал более 600 заданий, и проводился в течение, ну, полутора, приблизительно восьми месяцев. Но в этот период Канзи было уже восемь лет. Он прошел долгую подготовку, его в течение вот этих лет с ним занимались, он учил слова с помощью клавиатуры, слушал их на слух, беседовал, присутствовал, общался с людьми. А где-то за два года до теста вот у его любимой кеотекер, женщины, которая за ним непосредственно ухаживала, няня, так сказать, его, родилась дочка Аля. И в какой-то период с Алей, она занималась полдня с Канзи на клавиатуре, полдня с Алей. То есть какая-то выровненность опыта, лексикона у них была. А потом проводили тест, в которых, значит, Канзи получал задание. Ему говорили, Канзи, там, достань пирожок с покой. Пусть возьми змею, пусть змея укусит Линду, лаборантку. Или возьми платок у Мэри, из кармана у Мэри. Положи платок Мэри в карман. Ну и вот подобного рода самые разные задания, в которых выдерживались вот эти отношения. Подлежащее сказуемое дополнение, субъект действия, действие объект, местоимение или указательная частица, объект. Все вот эти основные задачи. Ну и вот примеры тестовых заданий. Часть из них давалась в таких, в двух вариантах. Выйди на улицу и принеси оттуда что-то, а потом через неделю вынеси что-то, ну вот, например, тоже морковь на улицу. Налей Кока-Колу в лимонад. Налей лимонад в Кока-Колу. Ну плюс были задания такие, ну совершенно неожиданные, уникальные и абсурдные. Выдави пасту на гамбургер. Такие вещи обычно, ну не поощряются или наказывают. Нашлепай гориллу открывалкой для банок. И вот у него, вокруг него лежит куча игрушек. Я надеюсь, что я смогу это все-таки вам показать. В крайнем случае, ко мне после лекции пройдем. И он берет там, не берет, я не знаю, ни ложку, ни вилку, он берет консервный нож, берет из игрушек, не собачка, берет игрушечную гориллу и шлепает ее открывалкой. Ну и так далее. Во время прогулок в лесу вдруг его просят, набери иголок в рюкзак. Он останавливается, снимает свой рюкзачок с ценными вещами и набивает его сосновыми иголками. Нагребает, кладет в рюкзак. Там достань из рюкзака иголок и положи мячик на иголки. И он проделывает вот это все. Не бог вишь что, но помните, это человекообразная, хоть человекообразная, но и обезьяна. Нарви лук и для пандыниша. И он рвет пучок лука и кладет его, не лопает сразу, он кладет пучок для пандыниша, как бы планируя на будущее. Ну вот здесь вот обстановка эксперимента. Ну здесь только часть комнаты. И здесь, ну ладно, даже я не знаю, даже не будем тратить время. Не могу понять, что с ним случилось. Вот. И здесь Сэвич просит его принести, положить ключи в холодильник, что-то отнести на веранду, что-то принести и так далее. Ну посмотрим. И все это Канзи выполняет точно, выбирая из десятка предметов тот, который нужный, совершая нужное действие. Всего Канзи совершил вот этих заданий, он выполнил на 80%, когда как девочка всего в 60% случаев. Это не значит, что девочка глупее. Но она была более капризна, больше отвлекалась. Она могла... А для нее были вещи поинтереснее, чем класть иголки на мячик или ключ в холодильник. А для Канзи это был смысл жизни. С ним играли, с ним занимались. Ему было хорошо, он был весь сосредоточен. Причем вот эти устные предложения он понимал у разных людей, понимал без ситуационных подсказок. Вот здесь показан разговор по телефону. Он берет трубку, слушает. Его девушка Джанин спрашивает, ты помнишь меня? Он отвечает, да, нажимает лексиграмму. Хочешь, я приду, что тебе принести? Я тебе могу принести там сок, яблоко, конфету или сюрприз. Он говорит, сюрприз. Ты правда хочешь сюрприз? Да, сюрприз хочу. Через несколько часов она появляется. Привет, Канзи, вот я тебе яблоко там и то-сё показывает. Он подходит к клавиатуре и говорит, давай сюрприз, нечего обманывать. Вот. То есть это речь вне контекста, никаких контекстуальных подсказок не было. Всё только на слух. Итак, мы можем сказать, что благодаря вот этим опытам на Бонобо можно уже в сочетании со всеми предыдущими опытами можно утверждать, что обезьяны улавливают роль, ухватывают, так сказать, понимают роль порядка слов в предложении, то есть овладевают какими-то простейшими элементами синтаксиса. То есть даже это сложнейшее, как говорят, что синтаксис – это священная корова для лингвистов, на которую нельзя покушаться. И то, что обезьяны, пусть в простейшей форме, но тем не менее вот это понимают и оценивают, это колоссальный плюс и, так сказать, ещё один довод в пользу того, что у человеческой речи имелись биологические предпосылки и какие-то предки человека владели некой вот такой структурой, которую, в общем, Маша, я вот собиралась, надо будет более… Ну, доклад Кошелева – это истинно не в последней инстанции, но тем не менее надо будет привязаться, это всё-таки, видимо, больше ближе к пра-языку, вот то, чем то, что появляется у человекообразных обезьян. И вот здесь следующее, так сказать, наш вывод, он как бы напоминает нам о ситуации «казнить нельзя помиловать». Да, при достаточно раннем воспитании, в обогащённой социальной речевой среде бонобо овладевают зачатками человеческого языка на уровне ребёнка двух лет. И вот здесь можно сказать, вот эти восклицательные знаки можно расставить по-разному. то, что они таки овладевают зачатками человеческого языка, пусть на уровне двухлетнего ребёнка. Или сказать, что да, что-то такое, но это всего-навсего ребёнок двух лет. Вот тот факт, что у обезьян есть хоть какие-то зачатки, хоть какие-то способности, даже без привлечения, даже вот без этих элементов синтаксиса, это факт совершенно неожиданный, хорошо доказанный. И, ну, факт очень убедительный. То, что это ребёнок всего двух лет, то, опять-таки, тем не менее, это не много, это не настоящий язык ещё, потому что после двух лет у ребёнка начинается бурное языковое развитие, так называемый языковый взрыв. И, собственно, настоящий язык начинает развиваться, оформляться после этого. Но вот похоже, что обезьяны в этих экспериментах доходят до этого уровня, до уровня двухлетнего ребёнка, который обладает, в общем-то, ограниченными языковыми возможностями. И действительно не нужно, ну, как-то, знаете, когда эти данные появились, то, как всегда, есть такое стремление к сенсации, к переоценке, ура, прямо вот. Некие гиперболы в оценках, особенно у журналистов, у популяризаторов появились. Но надо помнить, что вот это языковое поведение шимпанзе – это всего лишь все наиболее сложные свойства, скорее, намечены как тенденции, как семена. Вот удачно выразился один из исследователей наших, один из психологов. Это семена, которые сходны с теми зачатками языкового поведения у двухлетних детей, из которых у человека развивается настоящий язык, а у обезьян из этих зачатков, вот из этого уровня, больше ничего не развивается. Потому что канзи и словарь этих обезьян по сравнению с детьми более ограниченный. И продуктивность у них проявляется только как тенденция. Такого словотворчества, изобретения слов, которые даже для двухлетних детей, в общем, свойственны, там не происходит. И перемещаемость, способность говорить о прошлом и будущем у обезьян намечена только как очень слабая такая тенденция. И высказывания у них короткие, они сочетаются с жестами. Ну, в этом смысле это и у детей, в общем, то же самое. Но самое главное, у них отсутствует даже какой-нибудь намек на языковый взрыв. Вот чему научились обезьяны за первые годы, вот с тем они десятилетия и живут. Вот Канзи в 80-м году, он родился, ну, потому что в 79-м, да, сейчас ему под 30. Но вот он что говорил, то и говорит. Все его интересы и высказывания вертятся вокруг пищи, мячиков. И только у отдельных обезьян появляется нечто более интеллектуальное. И высказывания самостоятельные этих обезьян, как правило, касаются вот этой вот узкой сферы. И вот таких вот рассуждений, вот я вспомнила, что у меня сейчас как раз внук наших друзей, вот он в этом самом возрасте. Мы его наблюдаем, бурное становление его языкового поведения, вот от двух, сейчас ему 2,4, 2,5. И фразы у него короткие, и говорит он страшно неразборчиво, но это уж другая проблема. Но он по собственной инициативе выучил, например, и выделил для себя, его интересуют массинки, как понятно, любого мальчика. Он сам стал смотреть и запоминать эти знаки номерные, которые как раз в поле его зрения на машине. Он различает на ходу, едучи на дачу, он объявляет, что вот поехал Медесес и Фаган. Но Мерседес я еще могу отличить по значку, но что такое Фольксваген, извините, это вне моего. И тут как-то мы его спрашивали, а какая у дедушки машина, а у папы, а у мамы. Вот он это все излагал, но это заучено, а потом какая-то фраза оказалась после долгих расспросов. А у дяди Коли Рено. Никто ему про это Рено ничего не объявлял. Но он увидел, на какой машине мы приехали, и вот себе заложил. Ему это надо. Или он просыпается и говорит, дедушка, а где твой дюк, дядя Коля и его жена тетя Зоя? Вот подобного, ну не бывает, проскакивает у обезьян. Но в очень ограниченной степени. Помните, я вам говорила про одну обезьяну, про тату, которая отмечает праздники, помнит, что зачем следует, когда время обеда. Вот это, пожалуй, единственная обезьяна, которая как-то комментирует поток времени, событий и склонна к высказываниям вот такого постороннего, что ли, характера, не просто выходящими за пределы просьб прямых. Так что, с одной стороны, это всего-навсего уровень двухлетнего ребенка, да и не самого продвинутого. С другой стороны, это все-таки человеческий уровень. И вот это уже сейчас мало кто рискует отрицать. И все, ну постепенно это получает новые подтверждения. И вот помните эту таблицу с вопросительными знаками. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что если обратиться к Павлову, а также к Арбене, то, по-видимому, мы имеем дело, мы можем утверждать, что у человекообразных обезьян имеется некий вариант промежуточной сигнальной системы, когда уже существует высокий уровень обобщения и способность связать эти обобщения и знания о внешней среде, связать их со знаками. Не со словом, ну как и писал об этом Арбели, но с теми или иными знаками. Далее. У человека язык – это и коммуникация, и средство аппарат мышления. Да, у обезьян это средство коммуникации, безусловно, но помогает ли им овладение языком в обработке информации в процессах мышления, это на этот счет данных нет. Сначала там появлялись какие-то указания на этот счет, что говорящие обезьяны там что-то лучше делают, но, честно говоря, это не подтверждается. Далее. Передача информации у животных непроизвольная, у человека преднамеренное произвольное, у обезьян их высказывания тоже преднамеренные, вплоть до преднамеренного обмана. Ну и если природа сообщений у животных, мы помним, это отражение внутреннего состояния, которое не имеет референтов во внешней среде. Своими сигналами они ничего во внешней среде не называют, тогда как у говорящих обезьян, так же, как у человека, они способны с помощью знаков называть и описывать объекты во внешней среде и с помощью вот усвоенных ими символов. Наконец, в языке говорящих обезьян слово в кавычках и обобщение, так же, суть синонимы. Это мы в самом начале разбирали, запомните, это очень важная вещь. Ну и единственное свойство, которое общее для коммуникативной системы человека, у человека, животных и языка человека, это то, что каждый сигнал имеет определенную семантику. Ну это и у говорящих обезьян тоже. Дальше. Коммуникация животных не обладает свойством перемещаемости. У человека это выражено в огромной степени. У говорящих обезьян есть намеки в ограниченной степени, но намеки на это семена уже заложены и слегка проявляются. Продуктивность в языке человека колоссальная. У животных ее практически нет. Продуктивность ограниченная у говорящих обезьян. А вот культурная передача играет вполне заметную роль. И все эти признаки, большинство характеристик языков-посредников, усвоенных обезьянами, совершенно несвойственны естественным системам животных. И вроде бы в той или иной, в большей, ну скорее в меньшей степени, похожей на свойства языка человека. А вот насколько, как это, и вопрос о степени сходства очень активно обсуждается с помощью разных критериев и ответы на него имеются разные. Ну, все-таки общий вывод, который можно сделать, что речь человека, абстрактное мышление, на котором оно основано, это продукт эволюционного развития, имеет биологические корни и эволюционной предпосылкой возникновения речи у человека. является способность к обобщению, которая появилась у его животных предков и которая создала основы для функционирования промежуточной сигнальной системы. Кто высказывал, помните, Анна Анатольевна, и я вам про это говорили, многократно и подчеркивали. Вот эти пророческие слова, высказывания Арбели, которые в 1949 году, в эпоху такого расцвета павловской физиологии и слабого развития данных о высших когнитивных функциях тех же обезьян, он писал, повторяю еще раз, это очень важно, мы должны представлять себе какие-то промежуточные этапы в развитии сигнальных систем, которые обеспечили возможность использования символов вместо реальных объектов и реальных явлений. И основу второй сигнальной системы человека составляет не словесная речь как таковая, а сама возможность символизации, отвлечения от реальной действительности с помощью знаков, и что это более высокая степень приспособления по сравнению с условным рефлексом. Еще в 40-е годы, ну напечатано это было в 56-х, к сходным представлениям, по-другому сформулированным, пришел немецкий исследователь Отте Кёллер, который говорил, что не появление языка привело к появлению способности к абстракции, а наоборот, язык формировался там на базе развития способности к обобщению, к образованию понятий у животных. Это он одним из первых описал довербальные понятия у птиц. И вот по мере того, пишет он, как элементы довербального мышления, которые оказались полезными для вида, получали свои имена, символы, и происходило становление языка человека. Так что, вот, собственно, гипотеза основная состоит в том, что у современных, у предка, общего предка человека и современных антропоидов уже существовала вот такая промежуточная сигнальная система. Ну, Сэвид Шрамба, которая не знакома вот с отечественной, с нашими классиками, с нашей, так сказать, терминологией и прочего, приходит, в общем, к своим, к очень сходным представлениям, хотя оперирует другими данными, другими немножко словами. Она пишет, что, коль скорый мозг шимпанзе наделен речевыми структурами и способен активизировать их в соответствующих условиях, то можно предположить, что последний общий предок человека и шимпанзе тоже имел такие структуры. Тогда и непосредственные предшественники человека тоже могли иметь зачатки языка. Ну, в отношении речевых структур, вот здесь у нас висит, где-то висит картинка с картой полей у гориллы, по-моему, или у оранга, я уж забыла, у кого-то из человекообразных, и мы видим, насколько представлены многие основные человеческие поля, в том числе речевые, представленные у антропоидов. Это данные обширнейших исследований, которые проводились у нас в Институте мозга в 60-е и 70-е годы. Они были, так сказать, благополучно, хотя они отчасти опубликованы на Западе, но когда вот коллеги классики этого языковых экспериментов стали это все рассматривать, они об этих данных понятия не имели. И они уже с помощью более современных данных пришли, обнаружили, что у обезьян возбуждают, работают в процессе вот такого языкового общения, работают те же области. Картинка очень имиджинг, очень похожа на то, что у человека. Но Ладыгина-Котц, конечно, не знала... Ладыгина-Котц руководствовала своих... Обладала огромным запасом данных о высоких когнитивных способностях шимпанзе, но тем не менее она говорила о том, что они, несомненно, животные и никоим образом не люди, но животные, стоящие очень близко к первому маршу лестницы, называемой андропогенезом. То есть это иными словами, что они обладают той же промежуточной сигнальной системой, которой обладал наш общий с ними до человеческий предок. Ну и вот... И дальше она пишет о том, что нужно соответствующим образом с ними обращаться, и задолго до всяких этих зеленых течений, высказываний о правах животных. Вот она пишет о том, что они нуждаются в особой заботе, гуманном обращении, и должны... Условия их жизни в неволе должны соответствовать степени уважения человека к своей эволюционной предыстории. И очень похоже высказывается совершенно, конечно, независимо от нее высказывается Джейн Гуделл. Она пишет, что мы не высимся в сиянии на одинокой вершине, отделенной от остального царства животного, непроходимой пропастью. А шимпанзе, особенно обученные человеческому языку, помогают нам перебросить мост через эту воображаемую пропасть. Ну и дальше, что это заставляет нас по-другому относиться не только к шимпанзе, но и ко всем животным, с которыми мы сосуществуем. Это, так сказать, вот одна группа представлений о том, что это вот некий, ну, некий мостик такой, некое свидетельство того, что происходило у наших предков на этапах раннего антропогенеза или предшествующих ему. Евгений Николаевич Панов придерживается, который прекрасно знает эти все данные, он придерживается другой точки зрения, он говорит, что у нас нет оснований отказываться вот от векового представления об этой самой непроходимой, об уникальности человека как вида, как носителя материальной культуры. Кто бы спорил? Конечно, у Вика. Вот. Он пишет, что эти данные действительно обнаружен вход на мостик, разделяющий эти два микрокосма животных и человека, ведущий из глубины тысячелетий к тому рубежу, когда люди начали становиться тем, что они есть сегодня. Но, увы, большая часть этого моста не сохранилась, его на обломке никогда не будут найдены. Ну, можно оценить это так, можно и по-другому. Вот Леонид Викторович тоже, он говорит, он считает, что разница вот эта вот не в степени, а в качестве. Потому что, в отличие от животных, которые могут оперировать только эмпирическими законами, человек может формулировать теоретические законы, которые легли в основу понимания окружающего мира, развития науки, техники и так далее. Все это, конечно, никаким животным никак не доступно, и поэтому в этом качественное различие между животными и человеком. Вот. Но при этом я всегда привожу вот эту замечательную фразу, фразу, которую написали фразу из статьи основоположников этих опытов супругов Гарднер. Они говорили, что не существует разрыва между вербальным и остальным поведением человека или между поведением человека и поведением остальных животных. Нет барьера, который должен быть разрушен, нет пропасти, через которую нужно перекинуть мост, есть только неизвестная территория, которую нужно исследовать. Вот это конструктивная, я бы сказала, формулировка данной ситуации, потому что действительно вот есть эти факты, есть свидетельство того, что у современных антропоидов сохранилась некая основа для функционирования промежуточной сигнальной системы, которой им незачем в естественной жизни не нужна, это потенциальные способности, возможности психики, которая тем не менее позволяет им реализовать в соответствующих условиях простейший, но тем не менее человеческий язык. И вот эту неизвестную территорию, эти потенциальные способности высших животных нужно исследовать. И не отрицая того, что есть какие-то параметры, по которым, конечно, разница между человеком и даже высшими животными является вполне качественной. Вот в том, что касается человека, как создателя теоретических законов, как создателя и носителя материальной культуры. Но это не исключает важности вот этих данных, этих экспериментов и необходимости продолжать их исследование. Ну, это шутка, которую я тоже с удовольствием когда-то обнаружила. Кэтлин Гибсон – это очень знаменитая дама, приматолог. Она, ей принадлежит очень интересный обзор, важный для своего времени, обзор по орудийной деятельности приматов. И она говорит, что как только я усвою, что какой-то признак уникален для человека, тот же оказывается, что он вовсе не уникален. Ну, это немножко гипербола, но, тем не менее, в каждой шутке только доля шутки. А сейчас вот я неоднократно произнесла, упомянула про потенциальную психику. И сейчас мы перейдем к короткому рассмотрению современных данных о том, как происходила эволюция психики и, собственно, что стоит вот за этими словами, что это за потенциальная психика. Итак, ну, основы изучения эволюции поведения и психики заложил, как вы понимаете, Дарвин. Ну, о том, как, говоря о происхождении поведенческих признаков, он писал, что они подчиняются, возникают, эволюционируют по тем же законам, что и признаки строения. То есть формируются путем медленного накопления многочисленных, слабых, но полезных уклонений, которые возникают по тем же причинам, которые вызывают изменения в строении тела. И сам он, вот это он продемонстрировал своими данными о том, как формировалось родительское поведение кукушки, вот ее, так сказать, антиродительский инстинкт, как формировалось рыболодельческое поведение муравьев, он рассмотрел, у него есть статья, инстинкт и так далее. Прицельно этим занимались этологи, потому что вот в тех четырех вопросах, которые сформулировал Тенберген, как основные задачи этологии, один из вопросов, помните, какие четыре проблемы? Это Инга Игоревна вам говорила, девочки. Четыре вопроса, которых изучает этология. Филогенез, онтогенез, приспособительное значение и физиологогенетический механизм. Так вот, филогенез – это одно из таких мейнстримов, основных пунктов, основных интересов в этологии. Лоренц в свое время, у него есть классическая работа, анализ 50 поведенческих и морфологических признаков, у 16 представителей отряда утиных. У нас это все рассматривать времени нет. Очень ценные вещи в этом плане делает сейчас Евгений Николаевич Панов, который, например, проанализировал акустическую коммуникацию какого-то у десятков видов саркопутов в мировой фауне. И не только у них, а у многих видов и птиц, и млекопитающих, и даже у ящих. И вот это выявление родства современных видов путем прослеживания их филогении, путем сравнительно-этологических методов – это очень важные отрасли современной науки. Но мы упомянем только о том, что по Лоренцу существуют два пути в эволюции. Один путь – это когда он считал, что это характерно главным образом для беспозвоночных, ну и для низших каких-то позвоночных, когда отбор идет по пути создания конкретных генетических программ. На каждую ситуацию у животного есть готовый ответ, сформирована готовая инстинктивная реакция. И в этом случае такая индивидуальная адаптивность поведения в общем ограничена. И приспособление, адаптация к новым условиям тоже в общем довольно ограничена. А вот второй путь эволюции, присущий большинству позвоночных и уж, конечно, птицам и млекопитающим – это расширение возможностей индивидуальной адаптации. Ну, Лоренц говорил, по Лоренцу это за счет возможностей расширения возможностей пластичности поисковой фазы поведенческого акта, такой вариабельно изменчивой. И в этом случае врожденные реакции могут даже быть просто как-то замаскированы различными индивидуальными пластическими наслоениями. Так что у человека вот этих врожденных реакций вообще нужно специально изучать и распутывать, и выискивать, хотя они имеются. Но мы будем говорить, и то не очень долго, об эволюции высших психических функций. По этому поводу, опять-таки, ключевым моментом было высказывание Дарвина о том, что в поведении животных есть три важнейших основных составляющих фактора. Мы уже говорили об этом. Не только инстинкт, не только способность к обучению, но и способность к рассуждению, reasoning, то есть способность к решению новых задач. И отсюда вот это положение Дарвина, что психика человека, как бы ни была велика, разница между ней и психикой человека и животных только в степени, но не в качестве. Ну вот мы рассмотрели, что в какой-то мере есть большая разница в качестве, но разница в степени многих психических способностей все-таки именно в степени. И далее эти представления Дарвина разрабатывали разные ученые, обращались к ним разные исследователи. Но для нас вот важен Алексей Николаевич Северцев, который в 1922 году написал работу «Эволюция и психика», в которой он не был, это зоолог, эволюционист, сравнительный зоолог, но тем не менее, вот анализируя такую далекую от него сферу, он опирался на то, что выделил для себя основные типы психической деятельности, рефлексы простейшие, инстинкты и то, что он назвал деятельностью разумного типа, который, по его мнению, который является предтечей произвольных и разумных действий человека. Здесь мы опять, это некое возвращение к философам XVIII и начала XIX века, которые говорили о разуме, не различая способности к обучению и, собственно, мышления. Вот он тоже не различал, хотя к этому времени уже были опубликованы данные Ладыгина и Коце Келлера. Он рассматривал различные пути приспособления животных к меняющейся среде, которые могут происходить за счет таких наследственных изменений. Но это отражается в формировании соответствующих рефлексов и инстинктов, которые приспосабливают к очень таким медленным изменениям среды. Ну и наряду с этим ненаследственные изменения оперативные, которые позволяют выживать при быстрых, неожиданных каких-то или локальных изменениях среды. И тут происходят или функциональные изменения строения животных, или изменения поведения животных, которые он относил к поведению разумного типа. И вот на базе при усложнении деятельности разумного типа, как он подчеркивал, возникли те действия, которые у человека обозначаются как произвольные и разумные. Но в этом случае, в отличие от инстинктов и рефлексов, наследственными признаками, которые обеспечивают формирование этих деятельностей разумного типа, наследственной основой являются не сами действия, конкретные, отдельные, как таковые, а некоторая высота, общая высота психической организации. То есть отбор идет не в сторону закрепления определенных частных реакций, вот как эволюция по Лоренцу, эволюции, первый тип эволюции, а в сторону общего повышения сложности структуры мозга. То, что Лоренц называл эволюцией по второго типа. Ну, и он отмечал, что способность к этим, так сказать, в его понимании разумным действиям свойственно больше птицам умникопитающим. И фактор этот очень важен, поскольку повышает пластичность по отношению к быстрым, оперативную пластичность по отношению к быстрым изменениям среды. И еще раз, при эволюции этого способа приспособления у животных не происходит видоизменения тех или иных определенных реакций организма. Ну, того, что мы называем фиксированными комплексами действий. А при этом способе, при этом виде эволюции увеличиваются, вот ключевые слова, потенциальные способности к осуществлению быстрых, адаптивных действий. И вот эта потенциальная психика или запасной ум, собственно, вот это Северцев и назвал потенциальной психикой или запасным умом. Потому что в повседневной своей жизни, как правило, в стабильных, стандартных условиях животные не реализуют всех своих психических возможностей. И многие из них лежат невостребованными у большинства особей и на протяжении поколений. И за примерами ходить недалеко. Давайте вспомним наш курс. Способность к применению и изготовлению орудий в новой ситуации. Нужно ли вороне гнуть проволоку, чтобы крючком достать какое-то ведро с ручкой из какого-то колодца-тоннеля. Ситуация абсолютно, не имеющая ничего общего с ее естественными условиями жизни, с ее потребностями. Это нечто, выходящее за грань. И когда птица сталкивается, ну, во-первых, очень быстро осваивает, понимает, что из всех инструментов ей нужен именно крючок, чтобы эту пресловутую ведерко достать. Она, во-первых, быстро это понимает и моментально реализует. Но когда нет крючка, она каким-то, вот реализуя потенциальный запас своих когнитивных способностей, она придумывает способ, причем не один, а несколько, мы это видели с вами, как из этой прямой проволоки изготовить орудие. Ну, и все то же самое касается того же тушения огня, о котором мы много рассуждали, строения, построения, громождения пирамид и прочих вещей. Далее, пропуская второй пункт, нарисованный красным, способность связывать символы, использовать символы для обозначения предметов, явлений и понятий никаким образом не задействована, не востребована в естественной жизни животных, даже высших, даже антропоидов. Им абсолютно, стопроцентно, стопудово хватает их видоспецифического языка. А если вспомнить умозаключение по аналогии, о котором вам Анна Анатольевна говорила, то здесь, так сказать, комментарии вообще излишни. Улавливать и обозначать соответствие в структуре абстрактных стимулов каких-то там геометрических фигурок, которые образцу соответствуют по соотношению цвета или соотношению формы, вещь абсолютно выморочная. И никакого специального отбора в этом отношении идти не могло. Но шел отбор, создавался более крупный совершенный мозг. И вот в таких необычных условиях эти способности проявились. И то же самое касается вот этого венца теперешних научных наших творений, способности усваивать простые аналоги человеческого языка. Ну и, наконец, еще одна вещь, о которой я хочу обязательно вам сказать, это упомянуть хотя бы кратко о том, что антропоиды способны рисовать, когда они попадают в соответствующие условия. И их рисунки совпадают по структуре с рисунками детей все тех же до трех лет. Значит, первое описала это Ладыгина Коц. И вот рисунки Йони, три рисуночка, а это Рудольф Александрович нарисовал маму, известную своей красотой по всей Москве и за ее пределами. Ну, как видите, здесь некое что-то такое. Есть какая-то направленность, здесь почерпушки, но это были первые, так сказать, первые шаги. Вот здесь это по методике Надежды Николаевны, уже современные опыты, Кузнецовой, обезьяне показывают картинку и кубики разбросаны. И она по картинке строит пирамидку, соотнеся свои действия и объект, добиваясь соответствия вот этому рисунку. Но очень массивно этим занимался Леонид Александрович Фирсов, причем он работал в контакте с известной специалисткой по детскому рисунку Некрасовой Каратеевой. И вот его работы продолжает Марина Алексеевна Ванчатова, которая вышла замуж в Чехию, там работает, и в том числе она отработала со всеми обезьянами в Чехии, но больше, по-моему, нигде. Она очень просила пустить ее к говорящим обезьянам, чтобы они порисовали по ее методике, но это абсолютная стена, даже заступничество Гудл не помогло. Вот три вида обезьян у нее, все три человекообразных обезьяны были задействованы. Вот одна из них моя любимая, я видела фильм про нее и знакомилась с ней в зоопарке, это совершенно замечательное существо, моя оранка. И вот рисунки, один из них шимпанзе, оранк и горилла, каждый раз это подбирается, вот такие почерпушки. Но, если создавать не белый лист, а задавать какие-то условия на листе, то обезьяны организуют свой рисунок, например, помещают его в большей части листа, стараясь, ну, не все этого достигают, но почти не заходя за пределы этой черты. Другой вариант, линия нанесенная тоже служит им каким-то вот толчком. Один, кто-то рисует аккуратненько, не заходя на черту, у этой явно задача включить черту в свои почеркушки, а здесь более сложный многоцветный рисунок, и он весь, он ориентирован на эту диагональную линию. Вот кружки, и здесь одним обезьянам, одним важно не включить, не затронуть, ну, это вот нечаянно сюда на кружок заехало. Диагональные линии изогнутые, и направление штрихов, видите, явно как-то совпадает ни поперек, ни в стороны, а каким-то образом согласуется вот с этими кружками. А вот кружки, которые включены в композицию. Здесь тоже включение рисунка, явно включение заготовки, вот этого вот такого направляющего, что ли, элемента, он включается в рисунок. Ну, это вообще картина прелестная, я считаю, в рамочке трехцветная при том. Ну, и так далее. Причем для детей до трех лет характерно появляется к трем годам способность рисовать вот такие веера, как так же, как у этих обезьян, и делать замкнутые контуры. И вот, не часто, но тем не менее, замкнутые контуры обезьяны делают, и это требует, видите, это не кружок, это сложный путь, но контур замкнутый. То есть рисунки обезьян обладают явными элементами какой-то, ну, простенькой, но все-таки композиции, и оговорящие обезьяны не только рисуют активно, но они свои рисунки подписывают, как бы. Вот это оше и мое жестов омсленно-говорящие обезьяны свое, в разное время, вот, преподнесли своим наблюдателям вот такие вот почеркушки, и та, и другая, они были в разных лабораториях, разные, все разное, и та, и другая сказала, что это яблоко. Вот, и как мне не смешно, хотя они очень похожи полным отсутствием сходства с яблоком, во-первых, а во-вторых, это некие вот, ну, почеркушки в чем-то похожие. Сейчас есть кадры, которые у меня опять не воспроизводятся вот ни на домашнем, ни на этом, но в лаборатории вроде бы он пошел. Есть кадр, когда, по-моему, только не Канзи все-таки, это я написала, а Пан Бенешу, или их обоих, не выпускали на прогулку, потому что дождь. Они, она, кто-то из них или оба, подошли к двери и что-то начеркали на полу мелом. И когда в фильме показано, что это знак, вот эта почеркушка характерная, очень похожа на знак, на лексиграмму гулять. Ну, это уже, а вот свободные, так сказать, творчества человекообразных обезьян. Вот это пан Бенеша так рисует. А вот Канзи, который, видите, вот тут очень характерный. Он и под голову положил, и под спинку подстелил. И тут что-то, я не пойму, у него такое лежит. Он лежит и размышляет, и что-то вот на этой клавиатуре нажимает клавиши, какие-то звуки слушает, и что-то себя, как говорит моя дочь, говорю, маленькая, смышляет. Ну, картина красивая. То есть в рисунках обезьян есть определенные закономерности, которые свидетельствуют о том, что поведение это целенаправлено, о том, что это не просто хаотические движения руки, но это реализация каких-то, наличие каких-то внутренних представлений, некоего внутреннего плана, как и мы видели в процессе орудийной деятельности обезьян. И вот способность к такому рисованию, способность делать некие осмысленные, ну, целенаправленные рисунки, это тоже одно из проявлений потенциальной психики или запасного ума по Северцеву. Пожалуйста, будет у вас обязательно вопрос на приведите примеры проявления потенциальной психики антроподов. А вот гипотезы об эволюции высших психических функций, о стадиях эволюции, это мы уже будем разбирать с вами в следующий раз вместе с сознанием. Спасибо. Спасибо.